О, доброе утро, друзья мои хорошие! У нас бесконечное лето, и у нас третий день! Так сказать, мы здесь находимся, в нашем пионер-лагере, если его опять же можно так назвать, потому что непонятно до конца, что здесь происходит, где мы находимся, но мы продолжаем. Часы показывали 7 часов утра. Что-то сегодня раненько. Ольга Дмитриевна еще спала, плотно укутавшись в одеяло, и как можно летом в такую жару. Я встал, потянулся, подошел к зеркалу и оглядел себя. Надо побриться, что ли? Да, действительно. Странное решение. Раньше хватало и пары раз в месяц, а сейчас от моего внешнего вида как будто что-то зависело. Однако бритву и так и не нашел. Хотя зачем? Сейчас я выгляжу от силы лет на 17. Ладно. Завтрак не раньше девяти, а это значит, что еще полным-полно времени, которое можно потратить, например, на утренний моцион и гигиенические процедуры. Ах, в этот раз вода не показалась такой леденящей, обжигающей, как вчера. Напротив, приятная прохлада придала мне бодрость и помогла быстрее вернуть к реальности, если происходящее можно было считать таковой. Сегодня зубной порошок не казался таким уже анахронизмом, и у меня даже промелькнула мысль, что он не особо отличается от зубной пасты. Когда я вернулся в домик вожатой, Ольга Дмитриевна уже проснулась. Она стояла перед зеркалом, расчесывала волосы. Доброе утро, Сема. Доброе. От недосыпа еще немножко гудела голова и путались мысли. Но я не жалел, что все-таки вылез из кровати, а не остался, как обычно, досыпать дежурный пару-тройку часов. Что-то ты сегодня рано. Так получилось. Опять ты без галстука. Давай я... Да я сам, ничего страшного. Когда на завтрак пойду? Нет уж, давай сейчас. До завтрака у нас еще линейка, не забывай. Забудешь с вами тут. А что сегодня на линейке на этой будет, я расскажу о плане на день. И каков план? По правде говоря, мне было абсолютно наплевать, что наша доблестная вожатая собирается занять наш бравый пионер-отряд на ближайшие 12-15 часов. Меня интересовали лишь места большого скопления живой силы противника, чтобы обходить их подальше. А это ты узнаешь на линейке? Она хитро улыбнулась. Ольга Дмитриевна, знаете, у меня что-то животик разболелся. Мне бы... Ну, вы понимаете. Думаю, ничего страшного, если я разок пропущу, а то будет неприятно, если я прямо там. И откуда во мне столько смелости? У тебя еще есть пять минут. Боюсь, не успею. Давайте вы мне расскажете сейчас. Нет, я постараюсь, но если вдруг... Ладно уж. Сегодня у нас по плану уборка территории, сортировка книг в библиотеке и еще кое-что о вечерном танце. Смотри у меня. Чтобы обязательно сегодня поучаствовал в жизни лагеря. Все непременно? Конечно, конечно. А сейчас мне бы это... Иди уже. Я вышел из домика, обошел его и спрятался в кустах, дожидаясь, пока Ольга Дмитриевна уйдет. По правде говоря, у меня не было особых причин так себя вести. Но внутренний голос упорно твердил, что на этой линейке делать абсолютно нечего. Когда вожатая ушла, я вернулся назад в домик и решил дождаться там начала завтрака. Итак, участвовать в общественной деятельности сегодня я как бы не планирую. Уборка книг в библиотеке – это совсем не то, чем должен заниматься человек в моем положении. Однако уж прошло два дня, и я не на йоту не приблизился к разгадке. Все местные обитатели казались в целом совершенно нормальными людьми. Они не были замешаны в каких-либо тайных заговорах, не сотрудничали с иноплоитянами и вряд ли подозревали о провалах во времени. Конечно, каждый, а скорее даже каждая, из них не без странностей, но странности эти не выходили за рамки разумного. Более того, встретив любого из здешних пионеров в своем привычном мире, я бы даже не подумал, что с ними что-то не так. Скорее, они показались мне куда более нормальными и естественными, чем, скажем, я сам. Эта линия рассуждения выглядела весьма логичной. И нелогичным в ней было лишь отсутствие ответов. Обычные люди в необычном месте. Где-то я уже об этом слышал, где-то видел. Десятки пионеров, а может их куда и больше, живут привычной жизнью, занимаются привычными делами изо дня в день и даже не подозревают, что мир вокруг них совсем не такой, каким должен быть. Ладно. Но эта ситуация, с их точки зрения, мне же не знаком не только мир лагеря совенок, но и его обитатели. Пусть даже по обстоятельствам они ведут себя так, как, по идее, должны. Сейчас необходимо решить один вопрос. Имеют ли люди здесь какое-то отношение ко всему, что со мной произошло? И найду ли я эти гребные ответы у них? Или, может быть, до истины мне придется докапываться другим путем? Так-с, похоже, я несколько переборщил со временем. Обычной толпы голодных пионеров возле столовой не наблюдалось. Это подозрительно. Да и внутри было немноголюдно. Наверное, большинство детей позавтракало еще до девяти часов. И хорошо. Меньше народу, больше кислороду. В дальнем углу столовой одиноко сидела Лена. Лениво ковыряла вилкой нечто бесформенное, неотдаленно напоминающее кашу. Позавтракать с ней – отличная идея. Тихо, спокойно и можно о чем-нибудь поговорить. Ну, или хотя бы попытаться. Я уже было направился в ее сторону, как меня кто-то схватил за рукав. Женя, вчерашняя библиотекарша, бери завтрак и садись, есть разговор. Чего стоишь? Я несколько даже растерялся. Извини, но не слишком ли это как-то резко? А что такого-то? Бери завтрак и садись, я сказала. Похоже, для нее такое поведение совершенно нормально. Так, извини, но я уже с Леной договорился. Ладно, подожди минутку. Ну, давайте пообщаемся. Сам не знаю почему, но я как бы согласился. Вдруг получится узнать что-то новое. Все-таки она книжный червь. Через минуту я уже сидел напротив Жени, а передо мной на столе стоял поднос с нехитрым набором блюд. Каша овсяная, два яйца вареных, хлебушек белый, четыре куска, сосиска вареная, одна штука, компот из непонятного набора фруктов и ягод, один стакан. Приятнейшего аппетита. Спасибо. Я решил быть вежливым, а также постараться есть как можно аккуратнее, не чавкая, не роняя на себя кусочки еды и не обливаясь компотом. Так о чем ты хотел поговорить? Сегодня у нас в библиотеке? Дальше я не слушал. Мне сразу вспомнились слова Ольги Дмитриевны о намеченных на сегодня мероприятиях. Не забудь. А чего-чего? Говорю, не забудь после обеда прийти в библиотеку. Зачем? Ты меня вообще слушал? Нет. Честно признался я. Женя сначала покраснела, потом, кажется, позеленела, а потом ей лицо приняло нежно-фиолетовый оттенок. Сегодня, после обеда, в библиотеку. Понял? Хунта проклятая. Хунта? Что еще за матерное слово такое неведомое? Хотя пионер же не ругается, как я мог забыть? Ах, да конечно. Извини. Обязательно приду. Естественно, никуда идти я не собирался. Но чтобы разговаривать с человеком, неплохо сначала пойти на уступки. Слушай, а какой сейчас год? Что-то я совсем со счета сбился. Я решил играть в открытую. Она недоуменно посмотрела на меня и ответила. Совсем что ли крыша поехала? Признаться, последние несколько дней есть такое подозрение. Женя ничего не ответила. Так год-то какой? Я мило улыбнулся. Слушай, может тебе это в медпункт сходить голову проверить? А там мне не подскажет какой год? И не только это подскажет. Женя встала и направилась к выходу. Подожди, ты же не доела. Но она, похоже, даже не собиралась оборачиваться. Я дожевывал сосиску, которая больше напоминала кусок витой пары. Интересно, есть ли у них здесь интернет? Откуда, мать твою? Пионер за соседним столиком заметил, что я разговариваю сам с собой. Покосился на меня, а в ответ улыбнулся и помахал ему рукой. После такого дружелюбного приветствия он почему-то быстрыми шагами покинул столовую, даже не доев свой завтрак. С едой покончено. Самое время отправиться на поиски разгадок. Через некоторое время дорога вывела меня к медпункту. Там мне уж точно делать нечего. Хоть медсестра и показалась мне весьма доброжелательной, лучше держаться от нее подальше. Такая доброжелательность скорее пугает. Возможно, она что-то и знает, но я не решался вот так вот запросто взять и зайти в медпункт. Тем более нет никакого повода, даже самого малюсенького. Погруженный в свои мысли, я и не заметил медсестру, стоявшую на крыльце. Привет, пионер. Она подошла ближе. Никак заболел, подлечиться пришел сладкий. Да нет, я это гулял просто. Понятно все с тобой, прогульщик. Ну раз уж пришел, у меня для тебя есть ответственное поручение. Я вопросительно посмотрел на нее. От слова «поручение» мне стало даже как-то не по себе, уж слишком добровольно-принудительно оно прозвучало. Медсестра ехидно улыбнулась. «Вы мне поможете составить опись лекарств, которые сегодня привезли?» «Мы? Кто мы?» «Неужели она решила, что недостаточно вежливо со мной?» «Хотя куда уже вежливей?» «Привет». И за спиной медсестры выглянула Лена. «Странно, что я ее даже не заметил». «После ужина приходите сюда, я Лене все объяснила, а она тебе потом расскажет». «Лекарства, значит, привезли сегодня?» «Но, по словам Ольги Дмитриевны, автобуса не будет еще несколько дней». «Получается, сегодня кто-то приезжал в лагере. А с утра из райцентра что?» «Нет-нет, ничего, просто». «Вот и славно, пионер». «Значит, вечером после ужина сразу сюда». «Может быть, я...» «Все это время я совсем не замечал Лену. Действительно, ее навыкам маскировки позавидовал бы и опытный спецназовец. Я одна могла бы справиться». «Там много, несколько коробок. Ты что?» «Тем более, пионер всегда готов». «Так, пионер». Она взглянула на меня и как-то вот неподобро улыбнулась. Тратить весь вечер на подобную работу мне совсем не хотелось, тем более, есть дела и поважнее. Ну и отказываться вроде как неудобно. Хотя, не будь здесь Леной, я бы что-нибудь обязательно придумал. «Так, хорошо, я приду. Знаете, попросила вечером ей помочь. Давайте придем, посмотрим». «Она такая, какая-то эта Лена такая, тихоня такая. Мне даже жалко ее становится. Вот и славно, почему бы не помочь?» «Так и должен, отвечает настоящий пионер. Даже после этих ее слов я вряд ли стал больше соответствовать лозунгу «Будь готов, всегда готов». «Тогда можете идти». Я перевел взгляд на Лену, которая все так же смотрела себе под ноги. Наверное, за все время, что она разглядывает землю, можно неплохо изучить жизнь и повадки различных насекомых. Прибавить к этому, что Лена любит читать и наверняка прочитала много книг по биологии, ботанике и так далее. Может, она хочет стать энтомологом? «А куда ты дальше?» Слова Лены отвлекли меня от этих непонятных мыслей. «Мы уже давно просто стояли на площади, а мои размышления о жизни жуков – всего лишь повод отвлечься от неловкой ситуации. Впрочем, что здесь неловкого?» «Только ты не забудь, хорошо?» «Не забудь чего?» «Ну как же, вечером после ужина медпункт...» На ее лице промелькнула тень недовольства. «Да нет, не может такого быть. Конечно, конечно, сразу после ужина я весь в твоем распоряжении». Я спохватился, но было уже поздно. После этих слов Лена еще больше покраснела. Надо было как-то разрядить создавшееся напряжение. «Почему медсестра именно тебя попросила?» «Не знаю. Я просто сидела на лавочке, читала книжку, она подошла и...» «Как умно с ее стороны обратиться к человеку, который точно не откажет!» «Ясненько. Ладно, тогда после ужина». «Хорошо. Я пойду тогда». «Да, конечно». Очень застенчивая девочка. Она направилась куда-то в сторону кружков. Я еще некоторое время просто стоял и тупо втыкал на площади. И что дальше? Я решил зайти ненадолго домой, чтобы забрать мобильник. Неизвестно, куда меня еще сегодня занесет. А время знать нужно всегда. Хотя не проще ли завести часы? В обычный фоновый шум пионерлагеря закралась какая-то новая мелодия. Я прислушался. Похоже, было на электрогитару. Три повторяющиеся аккорда, не более того. Однако эта мелодия казалась какой-то теплой. Словно пропущенная через ламповый усилитель. Хотя откуда тут такая роскошь? Звуки доносились, очевидно, со стороны сцены. Интересно, кто бы это мог быть? Какая разница, надо продолжать искать ответы. Пошли посмотрим. Выйдя к концертной площадке, я увидел на сцене Алису. Девочка вся отдавалась музыке. Глаза закрыты. Одну ногу она поставила на колонку, и всем телом покачивалась в такт. Мелодию я узнать не мог. Хотя был точно уверен, что я ее слышал раньше. Что-то из советского рока, наверное. Навскидку я бы, конечно, смог перечислить с десяток названий группы этого жанра, но в их творчестве разбирался плоховато. На слух песня казалась, на удивление, простой. Буквально три аккорда. Возможно, даже я, немножко потренировавшись, смог бы ее разыграть. Интересно, а где Алиса научилась так играть? В советское время подобная музыка не пользовалась всенародным уважением. Будущая рок-звезда же меня не замечала. Она словно пыталась литься с музыкой и стать каждой нотой, каждым квадратиком, каждой триолью. Сразу вспоминали срок героя восьмидесятых. Многие из них также сильно отдавались музыке. Один ее вместо пионерской формы во что-нибудь более подходящее веянием тогдашней эпохи никто бы и не заметил подмены. Выступление подходило к концу. Взяв несколько последних аккордов, Алиса, наконец, посмотрела в мою сторону. Понравилось? Кажется, она совсем не удивилась мне. Да, весьма неплохо. Как будто можешь лучше. Алиса хитро улыбнулась. Я не говорю, что могу лучше. Я в музыке не спец. Кто бы сомневался. Такие дела. Я не знал, о чем с ней говорить дальше. Уже собирался уходить. Подожди. Что? Слышал про вечернюю дискотеку? Я думал, что это просто танцы. Дискотека, танцы? Какая разница? Она нахмурилась. Слышала, что? Собираешься идти? Бросив эти слова, она отвернулась. Я пока не решил, а ты? Что там делать-то? Смотреть на толпу дебилов? Может, в словах Алисы была доля правды, но такое наигранное пренебрежение меня удивило. Ясно, что ей не нравится ни дискотека как таковая. А почему? Что почему? Ну почему ты не хочешь идти туда? Дискотека — это же весело. Ты так считаешь? Я в голосе промелькнуло как бы раздражение. Не знаю, не знаю, но думал, что для тебя никогда их не любила. Перебила она меня. Совершенно там нечего делать? Ясно. Чем планируешь тогда заняться? Спросил я лишь для поддержания разговора. Буду репетировать дальше. А что ты репетируешь? Песню, придурок, ты же слышал! Алиса совсем вышла из себя, так что еще пара неудачных вопросов, и пришлось бы спасаться бегством. А чья это песня? Моя! Сама придумала? Сама! Круто! В воздухе повисло неловкое молчание. Ладно, тогда не хочешь послушать? Я, кажется, уже слышал. Я не про это! Она надула губы. Целиком! Это же только пробная репетиция. А, ну давай играй. Сейчас не хочу. Тогда не играй. Я уже не знал, чего она от меня добивается, твою мать. Значит, не хочешь. Похоже, я ее расстроил. После такого логично было бы как бы ожидать удара гитарой в лоб или что-то похуже. Но Алиса всего лишь сделала обиженную мину. Я же говорю, хочу. Тогда приходи сюда вечером, я для тебя сыграю. Для тебя? Как трогательно. Вечером же танцы. Ты же сказал, что не пойдешь! Я такого не говорил. Хотя, признаться, этими действительно не хотелось, но без крайне веской причины с два чел лучше не связываться. Ольга Дмитриевна не поймет. Да плевать на нее, сказала Алиса в сердцах. Так, ладно, извини. Ладно, я приду. Нет, ну вообще-то мы на вечер договорились как бы с Леной там помогать медикаменты фасовать, насколько я понял. Поэтому как-то некрасиво, наверное, да? Не по-джентльменски? Нет, прости. Такое развитие событий никак не входило в мои планы. Да и надо больно. Она обиженно фыркнула и отвернулась. От мысли и правильности этого решения меня отвлекла музыка, призывающая пионеров на обед. Я посмотрел в сторону столовой. Пожалуй, уже действительно пора. Голод не тетка. Обернувшись в сторону сцены, я хотел позвать Алису с собой. Но она как сквозь землю провалилась. Знать, когда вовремя уйти, должен любой музыкант. Пробурчила я себе в нос. Кто шагает дружно ряд, пионерский наш отряд. Дружно в лагере совенок пионеры шагали в основном в столовую. А ведь так хотелось занять место, где бы меня никто не побеспокоил, как в прошлые разы. Просто спокойно, мать его, поесть. А для этого надо прийти хотя бы не последним. Но, похоже, события здесь происходят вне зависимости от моих желаний. Столовая была, как обычно, набита битком. На входе, как почетный караул вечного огня, стояла Ольга Дмитриевна. Ну что, Семен, как сегодня потрудился? Неплохо. Молодец, молодец. Столище будет? Да уж. Ладно, садись к девочкам. Она показала на столик рядом с колонной. За ним уже сидели Славя, Ульяна и Лена. Неплохая компашка. По крайней мере, не самая плохая. Я взял обед и подошел к ним. Не возражаете, если я присяду? Мои слова прозвучали несколько наигранно, так как садиться все равно было больше некуда. Да, конечно. Будь любезен! Лена промолчала. Сегодня обед состоял из борща. Возможно, даже с мясом. Этого установить доподлинно не удалось. Мясо птицы, по всей видимости, курицы обыкновенной, с картошкой жареной и традиционного компота. С каждым разом еда здесь нравилась мне все больше и больше. Наверное, я просто понял, что выбирать особо нечего, а в таком случае и нечего жаловаться на то, что есть. Благо, есть, что есть. Пойдешь сегодня на танцы? Не знаю. Пойдет, пойдет! Куда же он денется? Радостно сказал Ульяна. Ты точно пойдешь? Конечно, не упущу случая посмотреть, как ты опростоволосишься. Она попала в точку, поэтому я решил не отвечать. А ты? Спросил я Лену. Да? Ответила она коротко. Видишь, значит, и тебе тоже стоит пойти. Подожди, 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 стопэ! Мы же вроде как договаривались. Или это... Должно быть как-то до, допустим, помочь с лекарствами или после. Ладно, разберемся. Так, Славя словно не оставлял мне выбора. Не заводь фраг надеть. Ульяна, видимо, была так довольна своей шуткой, что громко рассмеялась. Но ведь мне действительно нечего надеть. Весь мой гардероб состоял из пионерской формы и зимней одежды, которая даже вечером вряд ли покажется уместной. Ты-то в чем-то придешь, массовик-затейник? Секрет! Платьится, как на детском утреннике, небось. Ульяна покраснела от злости. Похоже, я смог ее задеть. Нет, костюм химзащиты специально, чтобы от тебя не заразиться. Прямо в точку. И чем ты планируешь от меня заразиться, интересно, козявка? Ребята, хватит, не ссорьтесь. Слабоумим, конечно же. Похоже, Ульянка опять была очень довольна своим на ее взгляд искрометным ответом. Знаешь, если ты уж болеешь гриппом, то простудиться не получится. В эту игру могут играть двое. Это ты на что намекаешь? Да так, ни на что. Я хитро отвел свой взгляд. То есть ты хочешь сказать? Она опять покраснела. Я ничего не хочу сказать. Ребята! Если в разговор вмешалась даже Лена, то значит, дело правда начало принимать плохой оборот. Ты допросишься? Чего? Что ты помнишь, наконец? Твою мать! Вместо ответа Ульянка взяла свою тарелку борща и опрокинула мне на голову. Эншпиль закончился неожиданным финалом. Ах ты, маленькая! Она вскочила из-за стола и попыталась убежать. Но в этот раз у нее ничего не вышло. Я схватил ее за руку. Ну, а дальше что? Не головой же я обстал. И моя сцена продолжалась несколько секунд. Вдруг Ульяна ловко схватила компот и выплеснула и мне в лицо. От неожиданности я опустил ее руку. Она побежала куда-то в сторону буфета, а я за ней. Результатами нашей гонки стали несколько опрокинутых столов, гора разбитой посуды, пять в разной степени покаличенных пионеров и полное изнеможение обеих сторон. Можно сказать, ничья. Боевая, так сказать, ничья. Слишком боевая, мы стояли друг напротив друга и тяжело дышали. Больше не будешь так делать? А ты? Сзади к нам незаметно подошла Ольга Дмитриевна. Действительно, такой погром не мог пройти без последствий. Ну что, довольны собой? Его голос звучал спокойно, но я был уверен, что она вот-вот готова взорваться. И кто все это должен убирать теперь? Так и произошло. Кто, я спрашиваю, кто? Он! Совершенно невозмутимо ответила Ульянка. Она! Менее уверенно возразил я. Оба! Поставила жирную точку в неуспевшем начаться споре вожата. Вообще, я не был уверен, что мы от доли вины случившимся больше. Однако Ульянка, кажется, вовсе не считала себя виноватой. Вот еще! Не буду ничего убирать. Это он все начал. Вот и нет. Вот и да. Я не собираюсь разбираться в этих глупостях. Так, Семен, иди возьми швабру, совочек, тряпку и так далее в кладовке. А ты... Она посмотрела на Ульяну таким взглядом, что мне стало жалко девочку. Ты! Немедленно начинай собирать разбитую посуду. Ольга Дмитриевна отдышалась немножко и продолжила. От тебя, от ни проблемы. Сколько раз я тебе говорила. Я решил не дослушивать и пошел в кладовку, которая находилась рядом с выходом. И тут у меня родилась прекрасная мысль. А почему бы не сбежать? Конечно, Ольга Дмитриевна нас уже поймала, но я-то там ничего не инноват. Может, конечно, образцовый пионер это не для меня, но по сравнению с Ульяной, в любом случае, все спишет на нее. Тем более, заняться мне больше нечем, как убираться тут. Надо искать ответы. Истина где-то рядом, пронеслась у меня в голове. Так, остаться и помочь Ульяне убраться или сбежать. Хороший вариант вообще-то действий, да, у нас дальнейший. Я так понимаю, что если остаться и помогать Ульяне, допустим, можно с ней помириться и как-то начать крутить шуры-муры. Скорее всего, это выбирали, наверное, все варианты, да? Тут многие подумают, Олежа, ты же пытаешься быть джентльменом. Ты там Лене пытался помочь. Алису как-то простоволосил немножко с ее репетиторством. И хочешь уйти от Ульяны, ну как-то, наверное, некрасиво, да? Надо остаться и помочь. А давай останемся. Хрен с тобой. Нет, сбежать не самая хорошая идея. Во-первых, меня уже поймала Ольга Дмитриевна, а разбор полетов с ней устраивать совсем не хотелось. Во-вторых, как-никак, я тоже был виноват. Конечно, все затеяла Ульянка. Но если бы я не реагировал, погрома можно было бы избежать. Наверное. Открыв шкаф, я взял метлу, швабру и совочек. Ольги Дмитриевны уже не было рядом с Ульяной. Она ушла. Как видишь, Ульянка выглядела расстроена. Весь ее детский задор куда-то исчез. Ладненько, подожди. Сначала пойду отмоюсь. Я бросил на нее злобный взгляд и направился к выходу. Смыв в себя остатки обеда, я вернулся в столовую. Ну, ничего не поделаешь, придется убираться. Это все из-за тебя. Она посмотрела так, что у меня невольно мурашки побежали по всему телу. Конечно, я во всем виноват. Я же у нас тут местные стихии на обедствия. Помолчу уж. Странно, что она не отлынивала от уборки. Ульяна могла спокойно оставить меня одного и бежать, но почему-то напротив старательно собирала осколки тарелок, мыла пол, поднимала стулья и столы. Она делала все так быстро, что я еле-еле успевал за ней. Что-то ты чересчур стараешься. Чтобы побыстрее закончить, дурень. Голос с нее звучал все так же недовольно. Слушай, ну ты же понимаешь, что нельзя себя так вести. По крайней мере, доводить до подобного. Я решил попробовать провести с ней нечто вроде воспитательной беседы. А я ничего и такого и не делала. Это же ты на меня ребенком обозвал. Ульяна взяла ведро с тряпкой и ушла в дальний конец столовой. Похоже, обиделась. Окинув взглядом гору битой посуды, я понял, что дел мы действительно творили. Хорошо хотя бы ложки и вилки металлические. Если что, будет чем есть. Но вот только из чего. Слушай. Крикнула мне Ульяна. У тебя бензин с собой? Я подошел к ней поближе. А почему ты меня так не любишь? Ух ты. Ее лицо стало настолько серьезным, что я уж был готов поверить. Это не просто очередной розыгрыш. Почему ты так решила? Не знаю, поэтому и спрашиваю. Я тебя не не люблю. Просто иногда ты себя так ведешь. Ну, сама знаешь. Это было чистейшей правдой. Как? Не знаю. Она подняла на меня полное любопытство глаза. Ну, зачем, скажем, было обливать меня компотом? Так ты же сам напросился. Впервые за все время уборки она улыбнулась. Да, точно. Я глубоко вздохнул. Ну, и какой реакции ты тогда ждешь от окружающих? Никакой. И хитро ответила она. В разговоре была поставлена жирная точка. Я молча продолжил убираться. Нам понадобилось несколько часов, чтобы навести в столовой марафет. Ну, вот, наконец, вся битая посуда была собрана. Столы и стулья расставлены. Пол вымыт. Мы с Ульянкой сидели рядом с буфетом и отдыхали. Вот видишь, сколько приходится потратить сил из-за одной глупой выходки. Я совсем не устала. Под струящийся по ее лицу говорит совершенно об обратном. Что ж, я рад за тебя. Чем займемся дальше? Ты не знаю, а я, пожалуй, пойду. Нет, еще не все. Ты должен... Она замялась. Мне еще помочь. Придумываешь очередную глупость, да? Точно. Она широко улыбнулась. Тут я тебе не помощник, дорогая. Мне на сегодня одно наказание уже хватит. А давай так. Если ты поможешь мне сейчас, я больше не буду на тобой прикалываться. Вариант, конечно, выглядел заманчиво, но я ни секунды не верил в честность Ульяны. Хотя ради интереса можно и спросить. И в чем же состоит твой хитрый план? Давай украдем конфеты. Что? Чего такого от нее стоило ожидать, в принципе? Конфеты детям. Сейчас как раз повариха пойдет мусор выбрасывать, так что нас никто не заметит. Я в этом участвовать не буду. Ну и ладно. Она фыркнула и отвернулась. Тогда я сама. Идь, я тебе не... Я не успел закончить фразу, Ульянка уже ловко перепрыгнула через стенку буфета, подошла к шкафу, открыла и начала там рыться. Да подожди ты, мало тебе что ли, проблем с Ольгой Дмитриевной. Она не отвечала. За такое тебя непросто убираться заставит. Ульянка закрыла шкаф, и в руках я увидел большой пакет с конфетами. А ну положи на место! Она показала мне язык и вывяжла через заднюю дверь. Это нельзя было просто так оставлять. Я метнулся за ней. У девочки была приличная фора, но я вложил в погоню все свои силы. Второй раз я не проиграю. Мы пробежали по площади, свернули к зданию музыкального кружка и выбежали на лесную тропинку. Я уже почти догнал Ульянку, как вдруг она остановилась. У меня же так резко затормозить не получилось, и я сбил ее с ног. Мы повалились на траву. Семен, догнал уже, наконец-то! Ничего ты не догнал! Смущенно ответила она. Ульяна лежала подо мной. Ее лицо совсем рядом с моим. Я чувствовал прерывистое дыхание и жартело. Конечно, сейчас она еще ребенок, но скоро станет женщиной. Все это меня сильно смутило. Насиловать будешь, да? Немножко придя в себя, я, собственно, ответил ей. А ты хочешь этого? Все-таки в данной ситуации это было бы больше детской игрой даже. А то! Она хитро улыбнулась и тихо хрюкнула. Или мне просто показалось? А вот я что-то не очень... Ну и ладно! Томна по яйцам жахтала меня. Ульянка больно укусила меня за нос. От неожиданности я даже немножко привстал. Этих бы на мгновение как раз хватило ей, чтобы вырваться и отбежать на несколько метров. Смотри, потом пожалеешь! Она громко засмеялась и скрылась в лесу. Пакет с конфетами же остался лежать на земле рядышком со мной. Интересно, она специально их бросила? Время близилось к ужину, так что нужно было поскорее вернуть конфеты. И желательно, очень желательно, остаться незамеченным. Конечно, я объясню всю ситуацию, что их украла Ульяна, но кто мне поверит. На входе в столовую меня уже ждала Ольга Дмитриевна. Молодец, Сёма! Это вы про что? Пакет с конфетами я прятал за спиной. Он был прозрачным, да и таких размеров, что в карман не запихнешь. Я про уборку. Все чисто и аккуратно. А, да. А Ульяна где? Я бы и сам хотел этого знать. Она скоро придет. Хорошо. Иди ужин тогда. Я зашел в столовую. Там, что неудивительно, было полно народу. Как вернуть пакет так, чтобы меня не заметили, я не представить даже не мог. Конечно, можно вечером, но сейчас куда мне выдевать? Семен! Я вернулся. Передо мной стояла Славя. Ой, а что это у тебя? Она посмотрела на пакет, который я не успел спрятать за спину. Раскрыт, разоблачен, опозорен и раздавлен. Это конфеты? Откуда? Украл откуда? Ульяна отдала. Понятно, значит, она опять за свое. Опять? Но она уже не в первый раз ворует конфеты. И почему я не удивлен? Давай их отнесу. Спасибо. Славя в очередной раз спасла меня. Она взяла пакет и направилась к буфету. У меня не было никакого желания слушать, что она будет говорить, отдавая конфеты. Так что я стал быстро бегать глазами по столовой в поисках места. Похоже, мне предстояло ужинать с Электроником и Шуриком. Сесть все равно было больше легче. Приветствую, господа. Как я общался с ними, у меня от их дела возникало желание подколоть или просто сказать что-нибудь забавное и смешное. Может быть, в своем положении вести себя так несколько рискованно, но братья Электроники служили для меня источником позитива. Как ваши дела? Неплохо, а твои? С переменным успехом. Что-то случилось? Да много чего случилось. Расскажешь? Как-нибудь другой раз, братва. Как хочешь. Он развел руками. После ужина танца Электроник хихикнул. Я в курсе. Кого хотел бы пригласить? Не думал еще об этом. А ты? Ну я это... Кажется, он не ожидал такого вопроса. Ульянку она обрадуется. Ну уж нет. Электроник нистово замахал руками. А ты, Шурик, пригласи Алису. Я, пожалуй, воздержусь. Он выглядел спокойнее своего товарища. Да ладно, вам ребзя. Весело же будет. И вообще, у нас еще дела. Нам нужно робота доделывать. Отличная идея. Пригласите робота. Он у вас умеет танцевать? Он еще даже не ходит. Шурик, кажется, не понял прикола. А что? Будет прекрасная демонстрация наших достижений перед всем лагерем. И что мы покажем? Тут ты прав. Они оба расстроенно уткнулись в тарелки. Печалька. Кушаем, сидим, себя все уже опустело. Ужин закончился, а пионеры начали расходиться. А вы как на болты оденетесь? Спросил я Шурика и Электроника. А нам особо нечего, так пойдем. Он показал на свою пионерскую форму. Кажется, их совсем не волнует внешний вид. Что ж, я тогда даже не беспокоюсь. В зимней одежде все равно идти не вариант. Так что пойду как есть. И во сколько начало? После девяти. Ясненько. Я вышел из столовой и полной грудью вдохнулся. Вдохнул свежий вечерний воздух. Мне сразу вспомнились те редкие дискотеки, на которых приходилось бывать еще в школе. Неуверенность, стеснение и даже страх. Я не умел танцевать. Не знал, как правильно реагировать, если пригласят меня. А сам кого-то приглашать даже не осмелился. В общем, чувствовал себя крайне уютно. Тем неприятнее было мне смотреть на чужое веселье. Нет, это не зависть. Скорее удивление от того, что люди могут получать удовольствие от чего-то совершенно мне непонятного. Я прикинул, что до конца дискотеки еще порядка времени. Решил немножко поспать, чтобы вечером быть свежим. Зайдя в домик вожатой, я моментально плюхнулся на кровати и закрыл глаза. Подожди, а помогать с лекарствами? Ух ты! Как ни странно, я проснулся вовремя даже без будильника. На часах было ровно девять вечера. Такое со мной случалось редко. Впрочем, чувствовал я себя помятым. Наверное, все же не стоилось по днем. Похоже, придется идти. Через пару минут я уже стоял на площади. Около памятника установили колонки и что-то вроде диджейского пульта. А на деревьях развесили гирлянды. Такая типичная колхозная дискотека. Пионеров собралось довольно много. Но никто из знакомых я не заметил, поэтому сел на лавочку и принялся ждать. В конце концов, не обязательно танцевать. Может быть, мне удастся просто посидеть и мило пообщаться. Че грустишь? Ульяна? А что предложишь? Пойдем танцевать. Рано еще. Даже музыка не играет. Какой ты скучный. Да, для такого мероприятия точно не самый веселый. Она убежала. Ульянка таки надела что-то наподобие вечернего платья. Забавно. Славя, привет. Славя, привет. Она присела рядышком. Как тебе вечер? Нормально. Что ты такой грустный? Да ничего. Ладно, потанцуешь, развеселишься. Наверное. Не забудь один танец и для меня оставить. Она засмеялась и побежала к музыкальной аппаратуре. Ситуация, похоже, накалялась. Просто отсидеться не получится. Привет. Ко мне подошла Лена. Ой, привет. Ты тут? Хотя, чего удивительного? Да, ясно. Зажжешь сегодняшний вечер? Острота прозвучала неумело. Лена покраснела и опустила глаза. Ладно. Может, и правда не стоит, а то все сгорим тут нахрен. Ладненько, тогда я... Ого. Она ушла. Похоже, уже весь лагерь собрался на площади. Пионеры стояли большими группами, о чем-то разговаривали, шутили и смеялись. Возле диджейского пульта Ульянка громко спорила с Ольгой Дмитриевной насчет музыкального репертуара на сегодняшний вечер. И вот момент настал. А что будет дальше, друзья мои, мы узнаем уже в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Это было наше бесконечное лето вместе с Брейном. Если понравилось, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Увидимся, услышимся. Пока-пока.